Роза черри бренди Сорт розы черри бренди был выведен в известном питомнике Розентанта в Германии. На официальной выставке и в продаже он появился в 2004 году. По международной классификации данный сорт относится к чайно-гибридным розам. Описание сорта Роз черри бренди отличается от других роз необычным окрасом лепестков. Внутри лепестки оранжевые плавно переходящие в розовый или винный цвет. Очень часто края приобретают форму волн, тем самым напоминая кружева. При хороших условиях и должном уходе куст цветет с конца июня и до первых заморозков. Бутон плотный имеет легкий фруктовый запах. Своей формой напоминает бокал с 45 махровыми листочками. Диаметр каждого цветка достигает до 10 сантиметров. Бутон розы черри бренди куст декоративный прямостоячий, вырастает до 1,2 метра, в обхвате до 0,7 метра. Листья плотные кожистые, темно-зеленого цвета. На каждом стебле распускается от 1 до 3 бутонов и, что примечательно, на ветках практически нет шипов. Важно! Данная разновидность роз очень любит влажную и дренированную почву. Правильная высадка саженца. После приобретения саженца необходимо каждый кончик корня срезать на пару сантиметров и только после поставить в воду в жидкость. Добавить любой стимулятор для роста корней. С куста необходимо срезать бутоны, листья и тонкие ветки, чтобы осталось лишь несколько главных стеблей. Высаживать растения необходимо в прогретую солнцем почву без наличия тени и сквозняка. Период высадки – осень до мороза минус 7 градусов, весна при температуре почвы от плюс 6 до плюс 11 градусов. Лунку необходимо делать по ширине на 10 сантиметров больше размера растения, глубина около 25 сантиметров. Корни должны располагаться свободно. Важно сделать дренаж из гравия с песком. Присыпать корни необходимо навозом, плодородным слоем, песком, торфом в соотношении 3х2х2х1. Лучшим периодом для высадки саженца считается май, когда почва достаточно прогрета. Важно! Розы не любят обильного полива, поэтому необходимо следить, чтобы не было застоя воды. В первое время кусты необходимо регулярно поливать неделю, 1-2 раза ведро воды на куст, если сезон засушливый, 2-3 раза по 1,5-2 ведра воды подкармливать весной и в середине лета и пропалывать. Пасынки черри бренди – особенности ухода. О стеблях необходимо заботиться. Из полости листьев нужно вовремя выщипывать пасынки, ведь если они увеличиваются больше чем на 3 см, куст становится слабее и это может привести к наличию нескольких слабых бутонов на одном стебле. Также необходимо следить за ветвями розы и вовремя отщеплять ненужные. На каждом стебле достаточно одного побега. Как и любую чайную розу, в зиму куст обрезают и опрыскивают медь содержащим препаратом. После засыпают листвой и укутывают. В таких условиях саженец выдерживает температуру до минус 29 градусов. В случае отмерзания почек они легко восстанавливаются весной. Преимущества и недостатки сорта Роза черри бренди имеет следующие достоинства – устойчивость к дождю, обильное, непрерывное и длительное цветение, хорошая переносимость засухи, стойкость к грибковым и инфекционным заболеваниям. Обратите внимание, черри бренди – роза срезочная и ее не рекомендуется применять в ландшафтном дизайне. Окрас цветка плохо переносит прямые солнечные лучи, поэтому, высаживая ее на клумбе, стоит позаботиться о наличии легкой тени. Это, пожалуй, единственный недостаток цветка. На садовом участке роза будет гармонично смотреться как единичным кустом, так и в сочетании с другими цветами. Немного существует цветов, которые могут соперничать с уникальным окрасом розы. Ее цветовая гамма неповторима, так как включает сразу несколько оттенков. В дополнение к цвету роза имеет особенный аромат. Фруктово-медовые нотки очень напоминают вишневую наливку.